Года украинские власти не пустили на конкурс Евровидения. Первый канал тогда отказался сменить участника и не стал транслировать конкурс. Через два месяца очередной конкурс, теперь в Лиссабоне. И Юлия Самойлова туда поедет. Она уже начала репетировать свою новую песню. И через несколько минут вы будете первыми, кто услышит эту песню. Как живет талантливая и стойкая Юлия Самойлова, как она готовится к Евровидению, расскажет Кристина Левиева. Евровидение, то, о чем мы мечтаем всей семьей, это здорово, что мечты сбываются. То, что сейчас появилась та песня, которая прозвучит, она олицетворила именно все, что накопилось за этот год. И Юлия Самой, и вообще в ее сердце, в ее душе. В камеру, в камеру мы смотрим. Она молодец, она боец. И это мне нравится. Она не сломается. Я не сломаюсь. Слова, которые ей приходилось повторять так много раз. Всем, кто не верил, говорил нет и боялся смотреть ей в глаза. Но она не боялась, точно зная, что ее голос должны услышать. Песня «I won't break», которую Юлия исполнит на предстоящем Евровидении в Португалии, это еще одна сбывшаяся мечта, которой она шла долго и упорно. Пусть и со второй попытки она попробует покорить европейский песенный Олимп из сердца 200 миллионов телезрителей по всему миру. Это не просто нежная баллада, а песня со стержнем, назовем ее так. Подчеркивает, наверное, мой бойкий характер, скажем так. И мне это нравится. Она прям про меня, обо мне. И я себя в ней чувствую настоящей. Передо мною столько лет стена стояла. Юлия Самолова родилась в Ухте и ничем не отличалась от других детей. С детства она любила петь, и у нее очень хорошо получалось. А потом врачи поставили ей страшный диагноз – спинальная амиотрофия Вердинга-Кофмана. Юля прикована к инвалидной коляске. Но вместо злости и отчаяния она выбрала совсем другой путь. Об этом ее новая песня. О красоте, об улыбке, которая многим дарит надежду. О невероятной силе, которая не позволит сдаться. Нелегко, не буду обманываться. Случаются и срывы, но это срывы, они чаще всего из-за какого-то неуверенности происходят, что у меня не получается. Тут не так, тут не то. А потом переспишь ночь, посмотришь на работу проделанную. Все выглядит хорошо. На Евровидении она должна была поехать еще год назад в Киев. У нее уже была готова песня, поставлен номер, но Юлю Самолову ждала еще одна проверка на прочность. О таком подумать не могли даже организаторы главного европейского песенного конкурса. Участницы из России закрыли въезд на Украину всего за несколько недель. Нас не пускают по идиотской совершенно причине. Причина же, которая была объявлена, потому что Юля посетила Крым. И правильно сделала. Она актриса, она должна ездить туда, куда ее приглашают выступать с концертом. А как? Что она не политический деятель? Почему здесь политик? Почему здесь Крым? Вы знаете, как у любого человека, так же как у наших спортсменов, которых не пустили на Олимпиаду, можно даже такой параллель провести. Существует разочарование такое вот. Но мы это пережили совершенно спокойно, забыли уже давным-давно об этом. Как она переживала, знает, пожалуй, только один человек. Ее муж Юлия и Леша вместе уже почти 9 лет. Юля поразительно сильный человек на самом деле. Я, насколько знаю, уже говорят, люди ко всему привыкают. Я к ее трудоспособности привыкнуть не могу. Насколько отличается то, что кажется очевидным. Ну, кажется, у человека должно быть немного каких-то сил физических, так и моральных. Но Юля будет посильнее многих. И, в общем-то, я так скажу, за то время, что мы вместе, она меня многому научила. А вот микрофон у меня слышно будет? Да. Он помогает ей выдерживать этот бешеный ритм. Перелеты, гастроли, ежедневные занятия вокалом и английским. Да, Юля прекрасно знает, что ее критиковали за сильный акцент. И за год она с нуля выучила язык. Юля, как исполнитель, в первую очередь, она ценна той энергией звука, которая из нее выходит, той честностью и той искренностью. А Юля не врет. Музыка не терпит вранья. Ей поверили и зрители сначала, когда она пела свою молитву на музыкальном проекте Аллы Пугачевой. Молитва, твое имя повторю я снова. Моя Божия, когда открывала Олимпиаду в Сочи и огромный стадион скандировал ее имя. Песню для Евровидения в Лиссабоне написала интернациональная команда авторов. Музыкант Леонид Гудкин, он был также соавтором песен для Дина Гарипова и Полины Гагариной. И два автора из Израиля, Нета Немроди и Арье Бурштейн. Самым важным аспектом в успехе песни является артист, потому что песня сама по себе существовать не может. Секрет в абсолютно удивительной, непобедимой силе ее духа, который вдохновляет очень-очень многих людей. Сейчас Юля Самолова уже вовсю репетирует номер. Его детали пока держат в секрете. Скажем вам только, что будет нечто грандиозное. Конечно же, задумка, она вообще фантастическая. Мне нравится что-то такое неземное. Это близко ко мне, что-то такое волшебное. Перед поездкой в Португалию она загадает еще одно желание. Впервые в жизни увидеть океан. Ведь наша Юля, она сама как стихия, остановить которую невозможно. Кристина Левиева, Анна Хигай, Илья Марин, Дмитрий Пахков и Анастасия Перестенко. Первый канал. Вы смотрели в воскресное время. Мы рассказали о главных событиях прошедшей недели. Прямо сейчас первая игра весенней серии в клубе «Что, где, когда». До свидания. Продолжение следует...